кремлевский невменяшка путин снова задрал цену на газ в европе ну показывает кто в доме хозяин и что он будет там распоряжаться речь идет о том что он опять не за не зарезервировал дополнительные мощности через украинскую газотранспортную систему как бы показывая европе что мол запускайте запускайте северный поток 2 запускайте мой террористический северный поток мой бандитский северный поток иначе я вас всех зимой заморожу ну вы знаете логика такого человека как путин она абсолютно очевидно да то есть прижать ухватить за барки а потом сказать ну так я же могу решить вопрос давайте там скидку или делайте то что я хочу но и вы знаете с европой мне кажется поначалу так работало так работало они у него покупали газ и кирогаз и нефть и все такое но вот эта бычья наглость путина тем паче она не только бычь она еще и тупая до беспредела она приводит к сейчас она будет приводить уже прямо противоположному результату больше газа у него покупать уже никто не будет да у него он больше уже не в состоянии добыть это тоже еще вопрос еще и добычи покупать у него больше не будет более того со следующего года будут все время покупать меньше 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 и меньше будут уходить от зависимости вот этой вот кабальной от россии от страны врага потому что но я думаю ни у кого нет сомнения что россия враг не только украине она враг принципе цивилизованному миру это чисто бандитская страна это чисто тоталитарная страна не имеющего ничего абсолютно общего с цивилизованным миром, не имеющая ничего общего с демократией. Страна, в которой уже 20 лет не было никаких выборов и никогда в жизни их уже не будет. То есть это страна антипод всего, что есть в Европе. Но дело даже, речь даже не об этом, вы знаете, когда-то Меркель с, хотел сказать, Бушем, хотя на самом деле с Байденом, сказали, что как только Путин начнет использовать Северный поток-2 в качестве гибридного оружия, мы сразу наложим санкции. Он уже не то, что его использует, он его уже супер использует. У него вся его гибридная война уже на этом Северном потоке-2 построена. Представляете, что он сейчас в Польше творит. Это же, ну, все принимают, что это не этот Лукашенко. Это же Путин. Это же коню понятно, чьи там уши торчат из-за забора. Так вот, Путин плевал на всех, на все и на вся. И пытается показать, кто в доме хозяин. Европа при всей своей бесхребетности и озабоченности и толерастизме, она, вы знаете, они очень тоже хорошие бизнесмены, они очень хорошо вкуривают. Они по-своему вкуривают. Они понимают, где они потеряют бабки, где у них будут проблемы. И вот Путин с его газовой трубой, это одна большая проблема. Просто, как говорят в Украине, знаете, сутсильно проблема. Сутсильно. И вот именно с этим связана, мне кажется, на сегодняшний день заморозка сертификации Северного потока-2. Именно с этим связано сейчас требование Украины от США наложить санкции на фирму-оператор Северного потока-2. С тем, чтобы вообще, уны-можливый, что называется, сделать невозможной эксплуатацию этого вражеского потока газового. И мне кажется, что если дела пойдут таким образом, как мы все с вами рассчитываем, друзья мои, а я думаю, ни один нормальный, ни один адекватный человек не хочет, чтобы этот Северный поток был запущен, то есть очень неплохой шанс на то, что он запущен, не будет вообще никогда. И вот эти вот миллиарды долларов, которые путинская комарилья вбухала в эту бесполезную, никому не нужную ржавую трубу, так и сгниют на дне Балтийского моря. И так оно, скорее всего, друзья мои, будет. Потому что Европа, она, да, она вроде бы мягкотелая, она не умеет защититься. Да, да, это так. Но, учтите один момент. Уходит в прошлое эпоха Меркель. Она будет канцлерихой там еще пару дней. Все, потом заканчивается. Приходит вместо нее товарищ, который к Путину, мягко говоря, относится не очень хорошо. То есть Шольц, мне кажется, будет вести совершенно другую политику. И вот этот Северный поток-2, еще сильнее привязывающий Европу к бандитской России, мне кажется, с моей точки зрения, ему как нож в спине, он ему не нужен. Поэтому мне кажется, что или они его запустят, но запустят на мизере, абсолютно в мизере. Просто потому что понимают, что Путин постоянно будет перекрывать трубу через Украину и через Беларусь в ущерб Северному потоку-2. Да, чтобы вот вы запустите, а тогда будете получать весь газ. Ах, нет, значит вы газ вообще не получите. И так это сегодня и происходит. Типичная гибридная война. А немцы же прекрасно понимают, что как только перекроют, запустят на полный Северный поток-2, моментально начнется война в Украине и в Польше. Он тут же атакует. Это же понятно и конек. Соответственно, мне кажется, с моей точки зрения, этот поток, он или не будет запущен по каким-то причинам, или же, если будет запущен, то на мизер, на мизер от его возможностей, это раз. И второй момент, Европа сумасшедшими темпами будет уходить от российского газа. С тем, чтобы за 3-5 лет вопрос вообще закрыть и эту трубу вообще попилять и выкинуть ее в металлолом. То есть, чтобы Россия была уже, скажем так, не 50 или там сколько там у них процентов на сегодняшний день их него газа в Европе, а, например, спустить их не процентом, до 10 процентов. Ну и пускай там ковыряются сколько хотят. Перекрывают, не перекрывают. То есть, вот так вот. То есть, это с точки зрения Европы именно так будет выглядеть. Соответственно, я думаю, они сейчас будут работать с Норвегией, они сейчас будут с Великобританией работать, с Алжиром. Они будут покупать сжиженный гав в США. А вот этот вот пацанчик из подворотни в коротких штанишках и на вот такенных каблуках, он будет от злости кусать себе локти, сидя в бункере, где он боится всего земного шара, где он там сидит. И проклиная всех на свете. Ну, извините, извините, дядя Вова. Как аукнется, так и откликнется. Продолжение следует...